Здравствуйте! Это занятие посвящено интересному разделу физики, который мы обычно называем термодинамикой, то есть как бы наука о движении тепла. На самом деле возникла она именно как феноменологическая, как выражаются обычно физики, наука, то есть наука, построенная на базе данных эксперимента, как феноменологическая наука, обобщающая то, что мы узнали о процессах теплообмена. Ключевым шагом к построению этой науки явилось признание, как в те времена говорили, эквивалентности работы и количества теплоты. То есть когда мы поняли, что количество теплоты и механическая работа есть разные формы одной и той же более универсальной величины, которую мы теперь называем энергия. И мы поняли, что баланс работ и количество теплоты фактически является выражением закона сохранения энергии в применении к таким сложным молекулярным системам, где не все механические движения и взаимодействия просчитываются именно на уровне механики, так как мы на самом деле происходит, когда мы имеем дело с реальными веществами. Несколько позже всем этим феноменологическим построением была создана солидная теоретическая база, когда возникло то, что теперь называют статистической термодинамикой. То есть когда мы, применяя законы статистики, анализируем поведение конкретных молекулярных систем, то есть мы понимаем, как происходят процессы теплообмена в зависимости от строения, от внутреннего строения объектов, которые в этом участвуют. И такой подход, конечно же, гораздо более глубокий, но на школьном уровне произвести что-то подобное мы можем только с молекулярными системами, похожими на идеальный газ. То есть где мы с хорошей точностью работает модель идеального газа. Она довольно простая и для анализа термодинамики, а не только для анализа связи параметров состояния, как мы видели на предыдущих занятиях. Поэтому почти все школьные задачи посвящены термодинамике идеального газа. И мы в основном этим и будем заниматься. В технологической термодинамике была введена некая система-аксиом, получившая название «начал термодинамики», среди которых для решения задач самым главным является первое начало, собственно, и выражающее закон сохранения энергии на термодинамическом языке. Для того, чтобы его сформулировать, нам нужно четко определить такие понятия, как работа нашей термодинамической системы. Но с этим вполне просто, потому что работа мы можем считать, исходя из обычного механического восприятия этой величины. Когда у меня газ там перемещает какой-то поршень, оказывая на него силу давления, мы можем посчитать просто его механическую работу. Также нам важно будет такое понятие, как внутренняя энергия термодинамической системы. Для идеального газа это просто сумма кинетических энергий молекул, потому что потенциальной энергии, суммой потенциальных энергий взаимодействия мы пренебрегаем по сравнению с суммой кинетических энергий этих молекул. Ну и, собственно, понятие количества теплоты, которое на таком энергетическом языке описывает процессы теплообмена. Давайте посмотрим, что это с точки зрения модели идеального газа. Начнем с внутренней энергии. Как мы заметили, внутренняя энергия, будем обозначать ее буковкой У для нашей системы молекул газа. Это просто сумма кинетических энергий, и можно ее в рамках статистического подхода посчитать как количество молекул на энергию одной молекулы. Средняя энергия одной молекулы мы будем записывать как И пополам на КТ. В соответствии с тепловой теоремой Больцмана КТ пополам приходится на каждую степень свободы молекулы, и мы будем считать, что И зависит от типа молекул. Скажем, если у нас молекулы газа одноатомные, то у нее только три поступательных степени свободы, и в этом случае И равняется трем. В случае двухатомных молекул к трем поступательным добавляются две независимые и вращательные степени свободы. Наш стерженек может независимо вращаться так и вот так, ну а вот это вращение мы не считаем как независимую степень свободы, она не меняет нашего стерженька, поэтому для двухатомных молекул, для газа из двухатомных молекул мы считаем, что И примерно равняется пяти. Ну и, наконец, если молекула имеет более сложную структуру, то у нее есть три независимых поступательных степени свободы и три независимых вращения, поэтому я напишу, что многоатомные молекулы, начиная от трех и выше, это уже много при подсчете степеней свободы молекулы, им соответствует И равняется шести. Естественно, мы тогда можем для каждого газа эту У посчитать как функцию параметров состояния. Но выражая число молекул через число моли и число вагадрых, мы можем записать это, естественно, как И пополам ню РТ, где ню количество молей, а для газа, вспомнив уравнение Менделеева-Клаперона, мы можем выразить внутреннюю энергию также и через давление и объемы. Итак, внутреннюю энергию является функцией состояния, то есть мы просто по заданным формулам ее всегда вычисляем через параметры состояния. Есть два удобных способа, вычислить по значениям давления и объема или вычислить по значениям количества моли и газа и абсолютной его температуре. В любом случае мы это можем сделать. Понятие же количества теплоты, оно, конечно же, более сложно, потому что мы говорим, теплообмен это такой, опять же, усредненный по многим молекулярным процессам обмена энергии между отдельными сталкивающимися молекулами тел, процесс обмена энергии, по сути. Но вот такой обмен энергии, происходящий на молекулярном уровне, мы с точки зрения макроскопического уровня, с точки зрения тел, считаем именно теплообменом. Именно в этом случае мы вводим понятие количества теплоты как энергия, передаваемая от одним телом к другому, так что вот она, этой энергией обменивается непосредственно молекулой веществ. Эта энергия передана на молекулярном уровне. И мы говорим, что обычно, если вы забираете тепло у тела или, наоборот, сообщаете ему тепло, у него изменяется температура. И мы можем ввести некое дополнительное понятие, которое называют обычно теплоемкостью данного конкретного тела, обозначает буквы КЦ. Оно так задает, я бы сказал, такую тепловую инертность нашего тела, насколько легко у тела поменять температуру. Чем больше теплоемкость, тем большее количество теплоты нужно сообщить телу для того, чтобы изменить его температуру на 1 градус. Для большинства веществ, уж для газов точно, теплоемкость всегда просто пропорциональна количеству вещества, количеству молекул. И поэтому часто мы будем использовать понятие удельной теплоемкости, будем ее обозначать просто буквой кавказкой С маленькая, это в этом случае будет СМ на дельта Т. Или малярной теплоемкости, я буду эту величину обозначать СМЮ, и в этом случае будет на количество молей на дельта Т. Но вот при этом наши теплоемкости на самом деле являются не константами для данного конкретного вещества. Они в действительности зависят от того, как конкретно производится передача тепла. То есть в этом случае мы говорим, что количество теплоты, переданное телу, не является изменением некой функции состояния. То есть мы не можем посчитать Q как разность двух функций состояния в начальной и конечной точке. Оно зависит от пути перехода нашей молекулярной системы из начального состояния в конечное. Поэтому даже если мы рассматриваем бесконечно малое изменение параметров состояния, то в случае внутренней энергии, например, бесконечно малое изменение параметра состояния я буду обозначать буковкой вот так вот D умноженное на U, подчеркивая, что это бесконечно малое изменение функции состояния. То есть я точно так же его обозначаю как бесконечно малое изменение любого параметра состояния ДТ, ДП, ДВ. А вот бесконечно малое количество теплоты, которым тело обменялось при бесконечно малом изменении параметра состояния, я буду обозначать буковкой дельта. Всегда буду записывать не ДКу писать, а Дельта Ку. Почему? Я тем самым буду подчеркивать, что ее нельзя переписать просто через разность начального и конечного значения, как дифференциал, как бы выразился математик. Кто знает этот термин. Он меня поймет, вот Дельта Ку не является дифференциалом. Его нельзя записать как дифференциал некой функции параметров состояния нашей системы в общем случае, потому что оно зависит от пути перехода. И таким образом мы всегда характеризуем процесс теплообмена, как раз рассматривая конкретные теплоемкости нашего тела, зависящие не только от того, что это за тело, но и от того, каков процесс теплопередачи. Итак, мы можем сформулировать первое начало термодинамики. Я сформулирую так. Количество теплоты, переданное термодинамической системе, идет на совершение ею работы и на изменение ее внутренней энергии. Обратите внимание, тем самым я указываю знаки. То есть Ку я считаю положительным, если тепло сообщается нашей системе, и отрицательным, если тепло отнимают. Точно так же А. А у меня положительный, когда наша система совершает положительную работу над внешними телами. Если внешние тела совершают положительную работу над нашей системой, то в этом случае А мы будем считать отрицательной. Иногда я буду использовать внешнюю работу. В этом случае работа внешних тел над нашей системой, обозначаемая А', она, естественно, будет просто совпадать с минус А на самом деле. Ну и изменение внутренней энергии. Как видно, мы первое начало термодинамики можем использовать для того, чтобы из трех основных термодинамических характеристик каждого процесса, количество теплоты, совершенной работы и изменение внутренней энергии, вычислить третью по любым двум из них. То есть нам, если мы смогли посчитать любые две из этих характеристик, то третью считать уже не надо, она выражается с первого начала термодинамики. Какие величины считать удобно, в каких ситуациях и как? Проще всего, естественно, считать ΔУ, потому что это просто разница функции состояния. Если мы знаем параметры начального и конечного состояния, то мы ΔУ посчитаем. У нас с этим нет никаких проблем. Гораздо хуже с двумя другими характеристиками. Работа А' хоть и имеет механический смысл, достаточно простой, тем не менее мы понимаем, что она тоже будет зависеть от пути перехода. Не только от начального и конечного состояния нашей системы, но и от того, как она переходила из одного состояния в другое. Для газа, как мы знаем, работу, опять-таки я запишу, Δ, она зависит от пути перехода. При бесконечно малом изменении объема газа, находящегося под давлением P, можно вычлить вот таким простым образом. Можно очень просто, это для плоского поршня, который двигается там на какое-то расстояние, проходит путь ДС бесконечно малый при давлении P, мы поймем, что будет у меня силы давления P на площадь, умноженное на смещение, как раз площадь на смещение даст бесконечно малое приращение объема. Итак, мы получаем вот такое выражение. Естественно, чтобы получить выражение для работы во всем процессе, конечном, нам надо просуммировать все такие бесконечно маленькие работы для всех бесконечно малых изменений объема. И мы понимаем, что есть простой способ вычисления этой самой полной работы, если мы изобразим диаграмму нашего процесса в координатах давления-объем. И в этом случае, если тело перешло из состояния 1 в состояние 2, и на диаграмме PV мы видим кривую, которая описывает путь этого перехода, то понятно, что для каждого бесконечно маленького приращения объемчика dV у меня, естественно, PdV будет ничем иным, как площадью вот такой узенькой полоски, а значит, сумма всех таких площадей полосок дашь просто нам полную площадь под кривой процесса в координатах PV. То есть я могу утверждать, что А есть не что иное, как взятая со знаком плюс или минус площадь под диаграммой нашего процесса в координатах PV. Я запишу так, SPV. Но довольно легко догадаться, что плюс отвечает в случае, когда наш газ расширяется, то есть совершает работу над внешними телами при расширении, а внешние тела совершают положительную работу. Соответственно, работа газа считается отрицательным. В случае, если газ сжимается. Так что плюс или минус относятся просто к тому, что происходит с объемом. Увеличивается он или уменьшается. Исключения есть, но, пожалуй, для газов это не бывает. Для более сложных веществ бывают состояния, у которых давление может оказаться отрицательным. Такие вещества существуют, и такие не только даже вещества, но и более сложные субстанции рассматриваются в физике. С таким поведением. И в этом случае, конечно же, все будет наоборот. При отрицательном давлении знаки работы поменяются при расширении и сжатии. В этом случае нашей термодинамической системы. Но это случай довольно экзотический. Если же мы говорим о количестве теплоты, то тут, как мы заметили, соотношение для бесконечно малого процесса – это была теплоемкость на ДТ. И, посмотрев на это соотношение и сравнив с этим, мы догадываемся, что вычислить количество теплоты довольно просто, если мы можем нарисовать диаграмму нашего процесса 1,2, но в координатах теплоемкость температуры. Потому что ровно так же, как и раньше, соответствующее количество теплоты, Q, у нас будет взятая со знаком плюс или минус, площадь под диаграммой процесса в координатах теплоемкости температуры. Но, правда, здесь надо быть более осторожными, потому что теплоемкость в различных процессах, даже для идеального газа, теплоемкость легко может становиться как положительной, так и отрицательной. И надо всегда для того, чтобы увидеть, что происходит с теплообменом при увеличении или, наоборот, уменьшении температуры, обращать внимание на знак теплоемкости. Он не всегда очевиден без детального исследования самого процесса. Но вот это такие наиболее четкие подходы. И мы видим, что если у нас есть возможность анализировать процесс в координатах ПВ, то нам проще посчитать работу и Дельта-У, а потом и с первого начала посчитать КУ. Если же мы знаем связь теплоемкости с температурой, то нам, пожалуй, проще сначала посчитать КУ и Дельта-У. А Дельта-У, как мы помним, можно считать для газа и через ПВ, и через НЮ-ИТ. Поэтому Дельта-У мы посчитаем в любом случае. А тогда уже недостающую величину считать и с первого начала термодинамики. Ну и мы можем применить эти навыки к исследованию процессов, которые буду называть стандартными. Вот они здесь у меня перечислены. Это процессы изохорные, изобарные, изотермические. Те изопроцессы, которые мы изучали и в случае задач на газовые законы. И к ним добавляется еще один процесс, который определен именно через значение термодинамической величины. Адиабатический процесс – это процесс в отсутствии теплообмена нашей системы с внешними телами. И вот эти четыре процесса, для них, для всех, мы можем заранее просчитать, как выглядят для них Дельта-У, А и КУ. И для каждого процесса, как нетрудно заметить, получается свое значение теплоемкости. Тут везде написаны значения формулы для идеального газа. И это как раз количество степеней свободы, о котором мы говорили. И вот уже здесь мы видим, по крайней колонке теплоемкости, мы видим, что теплоемкость в изохорном и изобарном процессе, она разная для одного и того же идеального газа. А по теплоемкостям изотермического процесса, ну там, понятно, температура неизменна, а количество теплоты не ноль, но может быть как положительным, так и отрицательным. Уже этот пример показывает нам, что теплоемкость идеального газа может принимать любое значение от минус до плюс бесконечности. Там, где она ни ноль, ни плюс-минус бесконечность, мы везде видим, что у идеального газа теплоемкость всегда пропорциональна количеству молей. Поэтому, убрав буковку Ню, мы получаем как раз малярную теплоемкость газа в соответствующем процессе. Для изотермического и диабетического тоже, но там это не имеет серьезного смысла, такая пропорциональность, потому что величины ноль или плюс-минус бесконечность у нас получается. И здесь бы я сразу хотел обратить ваше внимание. Если мы присмотримся к этой таблице, мы обнаружим, что для каждого типа процесса между нашими тремя основными термодинамическими характеристиками возникают простые соотношения. Я их буду называть в дальнейшем полезные соотношения для данного процесса. Но в самом деле, если мы посмотрим на изохорный процесс, то мы сразу видим, что в любом случае у нас А равняется нулю в изохорном процессе. Всегда, какой бы ни был изохорный процесс над газом, в нем работа равняется нулю. Ну и как следствие мы понимаем, что Ку всегда равняется дельта У. Вот это полезные соотношения для изохорного процесса. А для изобарного процесса все величины не ноль. Но посмотрите внимательно. У нас работа А, нюр дельта Т, легко связывается и с дельта У, и с Ку. То есть я, например, вижу, что в изобарном процессе дельта У – это всегда И пополам на А. Ну а Ку, как видно, всегда равняется И плюс 2 пополам на А. Ну или при желании можно записать еще как И плюс 2 поделенное на И на дельта У. Это для каждого конкретного газа совершенно конкретные соотношения. И видно, что в любом изобарном процессе у меня всегда количество теплоты, которым газ обменялся с окружающими телами, в И плюс 2 пополам раз отличается от совершенной работы. При этом с одинаковым знаком. Обе знаки этих величин, очевидно, будут совпадать. Но точно такие же соотношения, относительно простые, можно записать для изотермического процесса. Понятно, там дельта У равняется нулю, и поэтому Ку равняется А всегда. И для адиабатического процесса, у которого Ку равняется нулю, а поэтому А всегда равняется минус дельта У. Вот это и есть некий набор полезных соотношений. Их можно очень эффективно использовать, когда вы работаете с процессами, составленными из этих стандартных. Если постараться сформулировать общие принципы решения задач по термодинамике идеального газа, то можно утверждать, что в принципе все задачи термодинамики идеального газа решаются на основании уравнения Менделеева-Клаперона, куда без него для идеального газа. Первого начала термодинамики и дополнительных механических или геометрических и прочих подобных соотношений, использующих информацию из условия. Но количество путей, разнообразие всевозможных путей здесь значительно больше, чем в задачах на газовые законы, в таких комбинациях. В частности, мы понимаем, после того, что обсудили, что первое начало термодинамики можно использовать не только непосредственно в виде своего уравнения, но и в виде его следствия. Например, мы из первого начала термодинамики составили таблицу теплоемкостей газа в стандартных процессах. И мы можем использовать известные теплоемкости в стандартных процессах вполне вместо первого начала термодинамики при решении. И полезные соотношения, о которых я говорил, они же тоже являются следствием первого начала термодинамики и определения соответствующего стандартного процесса. И при изучении этого процесса вместо первого начала термодинамики и мы можем использовать эти самые полезные соотношения. Они являются его следствиями. Поэтому в каждой подобной задаче, если мы хотим, чтобы наше решение было максимально эффективным, надо в первую очередь подумать над тем, в какой форме лучше всего здесь использовать первое начало. Посмотрим, например, на ту задачу, которая здесь сформулирована. Она выглядит достаточно необычной, потому что мы не знаем в точности, что за процессы происходили. Если я попытаюсь нарисовать диаграмму описанного процесса в координатах ПВ, то у меня более-менее понятно, что происходит со средним процессом. Потому что сначала его давление оставалось постоянным. То есть где-то эта диаграмма двигалась по одной изобаре. П равняется констант. Потом давление росло пропорционально объему. Вот тут, по крайней мере, мы понимаем, что такое. От точки 2, от второго состояния до точки 3, третьего состояния в процессе мы двигались вот по такой прямой, проходящей через начало координат. А в конце опять изобара. То есть мы опять двигались по какой-то изобаре. Но откуда, куда мы двигались? То есть в процессах 1, 2, вот где-то здесь находится точка 1, где-то здесь находится точка 4. Ну а где на самом деле на этих прямых они находятся, мы не знаем. Нам известно соотношение температур. Да, вот Т4 равняется К на Т1. Мы видим. И знаем, что в процессе 2, 3 давление увеличилось в два раза в процессе, в этом объеме, в этом процессе. И поэтому пока нам не до конца ясно, что же конкретно происходило. И вот здесь, смотрите, я бы сразу сказал. Процессы 1, 2 и 3, 4, хотя мы не до конца что-то про них знаем, но они стандартные процессы. Это изобары. И мы про них можем выразить то же самое количество теплоты, которым газ обменялся окружающими телами на этой изобаре через изменение температур. Процесс 2, 3, он к нашему стандартному списку не относится. Поэтому для начала я бы исследовал этот процесс. То есть, с чего бы я начал решение этой задачи. В самом деле, да, ясно, что если я буду считать работу в процессе А2, 3, это достаточно удобно, так как у нас понятно, что площадь под кривой – это трапеция. И по формуле площади трапеции я понимаю, что это P2 плюс P3 пополам на V3 минус V2. Если я запишу уравнение нашего процесса, пусть я скажу, что до уравнения 2, 3, это есть P, какая-то константа неизвестная, умноженная на V. Если я использую это выражение здесь, то, конечно же, у меня А2 вынесется, останется, как нетрудно заметить, разность квадратов. У меня получается алиф пополам на разность квадратов объемов. V3 в квадрате минус V2 в квадрате. С другой стороны, из уравнения Менделеева-Клаперона я понимаю, что температура, которая есть PV, поделенная на ню-Р, при подстановке уравнения процесса связывает температуру, опять же, с квадратом объема. Да, и поэтому, посмотрев сюда внимательно, я вижу, что если добавлю сюда ню-Р вниз, ну и, соответственно, ню-Р вверх, я могу это переписать как ню-Р пополам на Т3 минус Т2. На самом деле, да, вот у меня работа так выражается через разность температур. Я могу посчитать работу в этом процессе и через давление объема, и через разность температуры и количества вещества, как мы сделали для стандартных процессов. Ну, а теперь дельта-У, с ним-то все просто. Это, естественно, 3 вторых ню-Р на Т3 минус Т2 на изменение температуры. Ну, а, соответственно, количество теплоты Q, которая является в процессе 2-3, давайте это тоже 2-3 напишу, просто является их суммой, понятно, 1 вторая плюс 3 вторых даст просто двойку, и я получу, что 2 ню-Р на Т3 минус Т2. Что мы на самом деле сделали? Мы научились записывать все термодинамические характеристики в таком процессе через изменение температуры. Мы вычислили теплоемкость одноатомного идеального газа в таком процессе. Да, вот мы видим, что теплоемкость его равняется 2 ню-Р, то есть малярная теплоемкость одноатомного идеального газа в таком процессе есть 2-Р просто. Да, вот у нас это процесс с постоянной фиксированной теплоемкостью. Мы сразу это можем для себя отметить. Ну и, по сути, мы можем теперь со спокойной совестью добавить этот процесс к списку стандартных. Я обычно говорю, что задач, в которых фигурирует этот процесс в разных мероприятиях от ЕГЭ до Олимпиад различных школьных, так много, что я обычно называю процесс самым стандартным из нестандартных. Но мы знаем для него малярную теплоемкость, мы можем для него написать полезные соотношения. Например, конечно же, мы видим, что Q равняется 4А, например, да, а дельта уравняется 3А. То есть мы тоже знаем, как эти все величины связаны между собой. Но главное для этой задачи, давайте, поубавим восторгов и вернемся к исходной задаче. Нам нужно в данной задаче исследовать процесс, про который известно, что сумма всех количеств теплота равна нулю. И вот тут нам очень пригодится вот это последнее равенство, потому что мы теперь можем записать уравнение Q равняется нулю для всех трех процессов непосредственно через температуры. Итак, количество теплоты, которым наш газ обменялся в процессе 1,2, поскольку это изобара, у меня теплоемкость одноатомного идеального газа в изобарном процессе 5,2 нюер на Т2 минус Т1. Если к нему добавить количество теплоты в процессе 2,3, который, как мы заметили, есть 2 нюер Т3 минус Т2, и добавить к нему количество теплоты в процессе 3,4, который опять изобара, и поэтому у меня получается 5,2 нюер Т4 минус Т3, то я должен получить 0, так как по условию полное количество теплоты, которым гелий обменялся с внешними телами в процессе 1,2,3,4 равно нулю. Понятно, что сократив там на нюер пополам, я могу заметить, что здесь у меня получается там Т1 у меня получается минус 5 с Т1, Т2 у меня получается плюс 5, а здесь будет минус 4, то есть получается у меня минус 5 Т1, плюс Т2 у меня получается просто Т2, Т3 у меня возникает здесь плюс 4 минус 5, получается минус Т3, ну и, соответственно, получается плюс 5 Т4, и это все 0. Кроме того, мы знаем, что по условию Т4 равняется К на Т1, где К равняется 1,2. Кроме того, мы знаем, что процессы 2 и 3, точки 2 и 3 связаны нашим процессом П пропорционально В, и давление там увеличивается в 2 раза, но мы помним, что у нас раз давление увеличилось в 2 раза ввиду линейности и объем увеличился в 2 раза, а мы получали формулу, что температура пропорциональна В в квадрате, значит, мы знаем, что температура Т3 равняется n, то самое, двойка там была задана в n раз, где n равняется 2, что Т3 равняется n в квадрате Т2. Ну и, как видно, это позволяет, эти системы соотношений позволяют все температуры выразить через одну, ну, например, через Т1. Да, в этом случае. Если я подставлю сразу вот эти соотношения для Т4 и Т3, то я обнаруживаю, что у меня 5 на К минус 1 на Т1 равняется, а здесь, соответственно, получится n в квадрате минус 1 на Т2. То есть мы видим, что Т2 равняется 5К минус 1, поделенное на n в квадрате минус 1 на Т1. Ну, подставляя заданные значения КН, мы обнаруживаем, что здесь это в точности 1 треть Т1. Ну, то есть, действительно, мы понимаем, что на нашей диаграмме ПВ для данного процесса первое движение было с уменьшением температуры, причем с очень заметным, в три раза. Так что 1,2 на самом деле это была вот такая вот изобара, потом вот у нас был вот этот процесс. Но мы понимаем, что тогда у меня Т3, которая будет 4 раза по Т2, это 4 третьих Т1, но по условию Т4 это 1,2 на Т1, тем самым я понимаю, что здесь тоже было движение с уменьшением температуры. То есть, в действительности я понимаю, как выглядел у меня этот процесс в координатах ПВ. Более того, я понимаю, как изменялись объемы. Ну, В2, естественно, у нас на изобаре объем менялся пропорциональной температуры, поэтому я, конечно же, понимаю, что В2 равняется 1 треть В1, извиняюсь, В1, да, В3, который увеличился в два раза в процессе П пропорциональное В, равнялось 2 третьих В1 после этого. Ну, а, как видно, В4 будет немножко меньше, чем В3, но можно заметить, что оно больше, чем В2, потому что процесс 3-4 тоже изобарный, и у меня температура при переходе от Т3 к Т4 уменьшилась, да, там оно было 6 пятых, а тут 4 третьих, да, 4 третьих разделить на 6 пятых, да, у меня окажется, как 20 восемнадцатых, 10 девятых, то есть мы видим, что температура уменьшилась в 10 девятых раза, во столько же уменьшился объем, то есть нам надо вот В3 умножить на 9 десятых. Я сразу вижу, что это, конечно же, тоже меньше, чем В1, но заведомо больше, чем В2, поэтому мне оно уже и не нужно. Меня спросили отношение максимального объема к минимальному. Я, конечно же, замечаю, что максимальный объем таким образом оказывается не что иное, как В1, да, потому что все остальные оказались меньше, как мы видим, ну, а минимальным оказался В2, который в три раза меньше, так что, в принципе, мы уже знаем, что ответ 3, максимальный объем в данном процессе в три раза больше минимального, но при желании, поскольку мы знаем, откуда взялась эта тройка через параметры задачи, мы видим, что это не что иное, как n квадрат минус единица, поделенная на 5k минус 1, да, вот это вот ответ через переменные, заданные в условии задачи. Таким образом, мы, как видим, решили эту задачу. Чем мы пользовались? Мы пользовались только значениями теплоемкостей, процессов, из которых был составлен весь суммарный процесс в нашем условии. При этом два процесса были стандартными, но теперь мы можем даже говорить, что и три процесса были стандартными, все три процесса были такими, что мы знали теплоемкости и могли записать сразу уравнение для температур. По итогам обсуждения предыдущей задачи можно сделать важное замечание. Вот так замечательно действительно все получается, когда теплоемкости постоянны, когда во всех исследуемых процессах теплоемкости постоянны, да, все четыре стандартных процесса, добавленный к ним пятый стандартный процесс, все соответствовали процессам с постоянной теплоемкостью. Любопытный вопрос, а сколько вообще таких процессов, у которых теплоемкость постоянна? Ну, конечно, их бесконечно много, так как значений теплоемкости может быть бесконечно много. Но такие процессы, их называют политропическими, замечательны тем, что вы можете по значению теплоемкости получить уравнение процесса для газа, по крайней мере, в произвольных интересующих вас координатах, то есть в произвольной координатной плоскости параметров состояния. И действительно это интересная, достаточная вещь и важная, но она не будет входить непосредственно в материал сегодняшней лекции, это будет некоторое небольшое дополнение к нему. А сейчас обратимся к следующей задаче. Она иллюстрирует еще одну полезную идею, которая говорит о следующем. Если у вас изучается процесс, в котором изменение параметров состояние маленькое, мы помним, что для малых изменений любой функции вы можете записать упрощенное выражение для этого маленького изменения, ограничившись ее, как называют, линейной частью приращения функции. Ну, совсем понятно это для тех, кто уже знаком с дифференцированием. А мы знаем, что мы можем записать вместо малых отношений малых приращений какой-то функции аргумента отношений бесконечно малых приращений функции аргумента, то есть их отношений дифференциалов или производную. И часто выражение такого типа оказывается проще, чем, конечно же, полная функциональная запись. И есть целый ряд задач, где мы используем первое начало термодинамики вот в такой, логичную назвать, дифференциальной форме, когда мы работаем с малыми приращениями. Посмотрим, например, на эту задачу. Да, нам задана работа, которая совершена над гелием, то есть над одноатомным идеальным газом. Сразу переводим это для себя, чтобы гелий не был похож на одноатомный идеальный газ, надо его поместить в условия очень далекие от нормальных. Но над ним задана работа, и надо найти начальную температуру просто по величине совершенной работы и по тому, на сколько процентов увеличилось давление. В целом, уравнение адиобаты, оно выглядит довольно сложно, даже для одноатомного идеального газа. К тому же, оно формально и не входит в школьную программу. Здесь оно нам не сообщено. Так, как же можно выпадаться из такой ситуации, не исследовать сложную диаграмму адиобатического процесса? 0,5% на 0,02 я – это величина достаточно маленькая, чтобы задуматься над тем, как записать соотношение для бесконечно малых изменений. В самом деле, мы точно знаем, что на бесконечно малом участке этого процесса дельта Q равняется нулю, это определение адиобаты. С другой стороны, из первого начала термодинамики, я вижу, что это должна быть работа, который на бесконечно малом участке я записываю как ПДВ, плюс бесконечно малое изменение внутренней энергии, ДУ равняется нулю. В свою очередь, внутренняя энергия для одноатомного идеального газа может быть записана через П и В как три вторых ПВ. И если вспомнить, что дифференциал, то есть бесконечно малое изменение произведения П на В, можно записать как П на ДВ плюс В на ДП, тогда тут еще одно ПДВ есть, поэтому получится, как нетрудно заметить, 5 вторых ПДВ плюс 3 вторых ВДП равняется нулю. Да, вот мы получаем такое замечательное соотношение. И, исходя из него, я могу, как нетрудно заметить, выразить изменение относительно изменения объема, то есть ту величину, которая мне задана в условии. Да, нетрудно заметить, что у меня получается 5 ПДВ равняется минус 3 В на ДП, откуда можно записать, что ДП на П, да, на умноженное, так вот напишу, 5 третьих ДП на П, есть не что иное, как минус, а так, ДП, извиняюсь, прошу прощения, давайте, а то 3 пятых, да, на самом деле, 3 пятых, давайте будем аккуратными при ДП, равняется минус ДВ на В получается у нас. Умножение этой дроби на П приводит меня к следующему выражению. ПДВ – это минус Дельта А, а ПВ – это не что иное, как ню РТ в соответствии с уравнением Менделеева-Клаперона. В результате записи наших дифференциальных соотношений я обнаружил связь относительного изменения давления с абсолютной температурой начального состояния. Я теперь могу его отсюда выразить. И, кстати, сюда войдет как раз количество молей газа, универсальное газовое постоянное и совершенное на этом бесконечно малом участке адиопатического процесса работа. Просто мы эту формулу для бесконечно малых изменений применим для конечных, но очень маленьких изменений. В самом деле, я обнаруживаю, что Т таким образом оказывается ничем иным. Ну, кстати, минус Дельта А – это как раз Дельта А штрих, то есть совершенная работа, я давайте ее так и напишу, это будет 5 третьих Дельта А штрих, поделенная на νr и умноженная на p, поделенная на dp. Да? У меня вот эта величина получается примерно 200 для нашего процесса, а для остальных величин можно подставить данные из условия. И если мы это сделаем, то с приличной точностью мы получим примерно 300 Кельвин. Таковой была начальная температура. Да, самый полезный урок из этого примера – это то, что мы можем записать соотношение для бесконечно малых изменений, интересующих нас величин, оно получается относительно простым, его выразить значительно проще, чем для конечных изменений. А потом для изменений конечных, но малых, применить, собственно, это же соотношение. Но, к сожалению, с точки зрения технической, к сожалению, не всегда теплоемкость одноатомного идеального газа, даже такого простого вещества, остается постоянной в исследуемом процессе. Она может меняться. Тогда, естественно, процесс не будет относиться ни к какому из наших стандартных. И с такими нестандартными процессами с переменной теплоемкостью надо обращаться очень аккуратно. В частности, нужно понимать, что если теплоемкость меняется вообще в данном процессе, то, в принципе, может возникнуть точка на диаграмме процессов, в которой она поменяет знак. И тогда окажется, что направление теплообмена изменилось в некоторой точке. Замечу, что точка изменения направления теплообмена, она, ясное дело, для данной диаграммы конкретной, является одновременно точкой касания данной диаграммы с адиабатой. Потому что на диабате как раз дельта Q равняется нулю. А понятно, что в окрестности точки изменения направления теплообмена, если до нее тепло было положительным, получаемое нашим газом, а после нее отрицательным, ясно, что в этом случае теплоемкость как раз прошла через ноль. То есть мы как раз на бесконечно малом участке. Эта наша диаграмма должна совпадать с бесконечно маленьким участком адиабатой. Это означает с геометрической точки зрения, что у них возникает точка касания. Давайте посмотрим на следующий пример. Опять гелий, то есть опять говорим себе, одноатомный идеальный газ. Расширяется в процессе 1.2 диаграмма в стандартных координатах давления и объем. Она простая по геометрическому виду, это прямая, но вот такая наклонная прямая. И видно, что этот участок нашей наклонной прямой в точности укладывается между двумя точками, лежащими на одной изотерме. Написано пунктиром, изображена изотерма. Мы не знаем ее температуру, но знаем, что температура в точках 1 и 2 совпадает. И знаем, что объем увеличился в три раза. И нас спрашивают, во сколько раз отличается количество теплота, которое гелий получил, и то, которое он отдал. Даже форма вопроса уже подсказывает нам, что в этом процессе гелий будет и получать тепло, и отдавать. То есть где-то есть точка К, какая-то, назовем ее так, как бы критическая или еще какая-то К. Особенная точка, в которой происходит изменение направления теплообмена. Как мы ее можем найти? Ясно, что в этом случае на бесконечно малом участке процесса в окрестности точки К дельта Ку-К равняется нулю. Но запишем, раз уж это бесконечно малый участок, запишем дельта Ку-К, как мы уже делали. Это есть, как мы видели, 5 вторых ПДВ плюс 3 вторых ВДП. Равняется нулю для бесконечно малого участка нашего процесса. Здесь я уже записал дельта Ку, как в предыдущей задаче, как ПДВ плюс ДУ. И, соответственно, воспользовался той же самой выкладкой. Но теперь я хочу учесть уравнение моего процесса. Поскольку это прямая, то мы скажем, что П от В на нашем процессе можно записать в виде П0 единица минус В к В0. Я даже знаю смысл этих константов, которые я ввел. П0 и В0. Это координаты точек, которые отсекает на координатных осях наша прямая, как мы уже разбирались. Что мы тогда получим, если я просто подставлю это выражение сюда? Ну, разумеется, тогда на место... Ну, давайте я П0 пополам просто вынесу за знак скобок, что у меня в этом случае останется в скобках. От первого слагаемого просто как останется 5 на единице минус В к В0 на ДВ. Да, от второго слагаемого у меня будет... П0 пополам я вынес, останется тройка. Но обратите внимание, да, давайте напишу плюс 3В, а дальше должно стоять ДП. Ну, вот П0 я вынес, понятно, что дифференциал будет минус ДВ на В0. И вот это должно равняться нулю. Понятно, П0 пополам не важно, однако, посмотрев на эту фигурную скобку, я обнаруживаю, что она приводится к выражению... Ну, поскольку ДВ я тоже потом теперь могу вынести как общий множитель, и у меня множитель при всех этих конструкциях окажется ничем иным, как пятерка минус 8ВК в точке К к В0. Это равняется нулю. И я обнаруживаю, что координата точки К равняется ничему иному, как 5 восьмым В0. Вот это координата на оси объемов, то есть мы нашли положение точки К. Ну, давайте вспомним, что точки 1 и 2, ограничивающие наш процесс, лежат на одной изотерме, Т1 равняется Т2, и при этом В2 в N раз больше, чем В1. То есть я вижу, что В2, прошу прощения, поторопился, это N на В1. Разумеется, ввиду того, что это изотерма, то П2 есть единица на N П1. И, соответственно, я, вспомнив выражения их через наше уравнение, я могу записать, что П2, это же у меня П0 на единице минус В2, то есть N В1, поделенное на В0. Равняется единица на N, П1 это П0, единица минус В1 к В0. Как видно, сократив здесь на П0, мы получаем уравнение, связывающее В1 и В0. Но я давайте вот так перепишу. Если мы их просто приравняем N, здесь у нас получается N плюс единица, мы увидим, что В0 равняется N плюс единица на В1. Как мы заметили, у нас N равняется трем в условии, соответственно, В0 на самом деле есть 4 В1, в то время как, ну, соответственно, ВК, да, мы можем при этом заметить, что ВК это 5 восьмых было на В0, соответственно, получается 5 вторых В1, и для нас очень важно, что это меньше, чем 3 В1, ведь 3 В1 это значение В2. То есть действительно ситуация именно такова, как нарисовано на представленном рисунке ВК, меньше, чем В2, и точка К действительно находится на нашем участке. Ну и теперь мы прекрасно понимаем, что как раз в этой точке у нас теплоемкость равняется нулю. Естественно, представив себе семейство Адиабат, мы понимаем, что на участке от точки 1 до точки К у меня, мой участок процесса забирается как бы вверх по Адиабатам, и, соответственно, К плюс это то тепло, которое Гирий получает на участке процесса от единицы до К. А К минус это то тепло, я вот так напишу, минус К от К до двойки, да, вот так вот лучше написать. А К минус это взятое со знаком минус, отрицательное количество теплоты, которым Гирий обменялся с внешними телами на участке от точки К до точки 2. Да, но после этого, в принципе, все в наших руках, остается произвести вычисление. Понятно, что я могу воспользоваться первым началом термодинамики, то есть К плюс это будет работа на участке от 1 до К, считаемая как площадь трапеции П1 плюс ПК пополам, соответственно, ВК минус В1. И к этому добавляется изменение внутренней энергии, которая есть 3 вторых для одноатомного идеального газа, ПК ВК минус П1 В1. Да, вот такое соотношение мы получаем. И если подставить найденное нами выражение для ВК через В1, ну, кстати, опять же, подставив уравнение процесса, мы обнаруживаем, что у меня ПК, тоже его хорошо бы выразить через П1, проще всего нам будет это сделать. То есть у меня ПК в соответствии с уравнением нашего процесса есть П0 на единица минус... Ну, у меня в точке К ВК это 5 вторых В1, то есть 5 восьмых. То есть 3 восьмых П0 у нас получается такое выражение. А в то время, как мы понимаем, что П1 это то же самое П0 единица минус 1 четвертая, то есть 3 четвертых. Ну и, следовательно, мы теперь просто можем выражение для ПК и ВК подставить вот сюда и обнаружить, что все это выражение можно посчитать, оно окажется 3 вторых П1 В1. И точно так же мы можем посчитать и Ку минус, аналогично. Ясно, что это будет П2 плюс ПК пополам на В2 минус ВК. Я тут меняю знак, ведь я пишу минус теплота в соответствующем процессе плюс также 3 вторых. Это будет П2 В2 минус ПК ВК. Да, все эти величины у нас выражены через П1 и В1. Поэтому после подстановки мы опять получим выражение, которое окажется, что это 1 шестая П1 В1. Но, как и должно быть, обе величины положительные, ведь Ку минус мы считали как минус отрицательное количество теплоты. И неудивительно, что оно получилось положительным. Но, собственно, теперь мы знаем ответ на вопрос задачи. Конечно же, отношение Ку плюс Ку минус, которое нас просили вычислить, это 3 вторых к 1 шестой, а именно девятка. То есть мы обнаруживаем, что Ку плюс Ку минус это 9. И задача решена. она, конечно же, по вычислениям хитрее, чем все предыдущие задачи. Но главное обратить внимание именно на технологическую часть. Мы опять использовали дифференциальную запись первого начала для того, чтобы, то есть запись для бесконечно малых изменений, для того, чтобы найти положение точки К. Самое неожиданное в этой задаче это само ее существование, то есть точка изменения направления теплообмена на диаграмме нашего процесса. И это учит нас, что если нам нарисован процесс вот с такой какой-то падающей диаграммой, то мы должны быть осторожными, даже если мы посчитали, что полное количество теплоты на этом процессе положительное, это не означает, что оно было положительно на всех участках этого процесса. Если на диаграмме есть точки изменения направления теплообмена, значит этот процесс разбивается на участки с разным направлением теплообмена. Это надо учитывать, когда мы подводим общий баланс количества теплоты, отданных и полученных нашим газом. Первая задача сегодняшнего домашнего задания, ее можно делать, конечно, по-разному, но я бы лично порекомендовал начать с того, чтобы идентифицировать те процессы, которые есть в данном цикле. То есть понять, что это за процесс и вспомнить, какие для них существуют полезные соотношения. Вот если это сделать, то дальше задача решается практически устно. Нужно после этого почти сразу можно давать ответ на заданный вопрос. Вторая задача, ну, как только мы видим 0,3%, мы сразу должны понять, что мы имеем дело с задачей о маленьком участке стандартного в данном случае процесса. А, нет, процесс не совсем стандартный, но процессы с постоянной, известной нам в данном случае теплоемкостью, такой вот оригинальный 2,7 R. И понятно, что это за процесс, но значение теплоемкости вместе с дифференциальной записью первого начала нам вполне позволит все посчитать для данной конкретной задачи. Ну, и третья задача тоже довольно обычная в этом плане, да, фактически надо применить закон сохранения энергии описанной здесь в термодинамической системе. Все остальное вам должно быть понятно. Вот, конечно же, совсем нестандартная задача четвертая, потому что, видите, здесь у нас теплоемкость меняется в ходе процесса у нашего газообразного гелия, то есть одноатомного идеального газа. Но нам задана конкретная функция теплоемкости. теплоемкости. Здесь я для начала бы предложил подумать, как из записи дифференциального того самого формы первого начала термодинамики можно найти то, что нам нужно. А именно, смотрите, нам надо посчитать работу к тому моменту, когда объем станет минимальным, да, в ходе изменения температуры гелия. То есть, по сути, что нам нужно, чтобы найти точку минимума функции V от T. Несомненно, нам нужно знать производную dV по dt, да, вот если мы ее знаем, ну, то есть, если мы можем вычислять dV для тех, кто еще не очень уверенно владеет термином производной, надо посчитать бесконечно мало изменения dV объема при бесконечно малом изменении температуры. И понятно, что в точке минимума dV равняется нулю. Тем самым, мы можем определить, при какой температуре объем минимален. Ну, а дальше, поскольку у нас есть простая функция теплоемкости от температуры, а мы знаем, что если известно зависимость теплоемкости от температуры, то легко считается количество теплоты, то на самом деле после этого считается и все остальное. Желаю вам успеха и всего хорошего. Разберем небольшой дополнительный материал о политропических процессах, то есть таких процессах, у которых малярная теплоемкость цимю есть некоторая константа. Это, естественно, означает, что для бесконечно малого участка этого процесса дельта есть не что иное, как количество молей на цимю на дт. Вот у нас есть такое соотношение. Можем ли мы, отталкиваясь от этого факта, получить уравнение нашего процесса с такой теплоемкостью, ну, скажем, в координатах ПВ? Для этого, разумеется, нам надо все записывать через ПВ. Мы понимаем, что это дельта я давайте буду действовать для одноатомного идеального газа, для простоты. Я могу записать как 5 вторых ПДВ плюс 3 вторых ВДП. Вот так вот могу написать. И здесь дифференциал ДТ я могу вспомнить, исходя из уравнения Менделеева-Клаперона, что НЮТ это есть ПВ поделенное на Р. И тогда здесь получится у меня ЦМЮКР на дифференциал бесконечно малое приращение ПВ. Ну и разумеется, опять-таки записав это как ПДВ плюс ВДП, я обнаруживаю, что у меня возникает еще два слагаемых. Одно содержит ЦМЮКР ПДВ, а второе слагаемое с тем же самым ЦМЮКР на ВДП. Перенеся все это в одну сторону, я обнаруживаю, что у меня возникает следующая запись. Посмотрите, при ПДВ у меня получается 5 вторых минус ЦМЮКР на ПДВ у меня появляется плюс 3 вторых минус ЦМЮКР ВДП равняется нулю. Получается следующее уравнение. Здесь предлагается сделать следующее. Разделить это все на скобку 3 вторых минус ЦМЮКР. А отношение двух вот этих скобок 5 вторых минус ЦМЮКР поделенное на 3 вторых минус ЦМЮКР это просто некое число, которое считается по значению ЦМЮ. Я давайте обозначу просто букву КН. Это самое некое число. После этого я умножу все это наше равенство на В в степени Н минус первой. И тогда наше равенство примет следующий вид П на В в степени Н минус первой ДВ плюс посмотрите на Н тут еще получается вот отделение В в НТ степени ДП равняется нулю. Ну и здесь конечно же нам надо уже немножко знать про дифференцирование. Нам надо понимать, что Н на В в степени Н минус первая это как раз производная В в степени Н по В. Поэтому производная умноженная на приращение аргумента дает приращение функции. Все, что тут подчеркнуто, есть бесконечно малое приращение в в степени Н. Ну а соответственно П на бесконечно малое приращение в в степени Н плюс в в степени Н на бесконечно малое приращение П дает бесконечно малое приращение П на в в степени Н. И оно диаграмме нашего процесса равным нулю. Значит, эта величина на диаграмме нашего процесса есть констант. Итак, процесс с постоянной малярной теплоемкостью одноатомного идеального газа, заданный Цемю, записывается в координатах ПВ. Очень просто и изящно. ПВ в степени n равняется констант. Это уравнение нашего процесса в координатах ПВ, где n вычисляется таким образом через Цемю. Если мы вспомним, что 5 вторых r для одноатомного идеального газа, это в точности его малярная теплоемкость при постоянном давлении, которую часто обозначают С с буковкой П, а 3 вторых r – это его теплоемкость при постоянном объеме, то для n можно написать следующее выражение. Это ЦП минус ЦМЮ, поделенное на ЦВ минус ЦМЮ. Но вот эта форма замечательна тем, что на самом деле она носит более общий характер. Если мы произвели бы все те же самые выкладки, но с произвольным количеством степеней свободы у молекулы, то есть для произвольного идеального газа, а не только для одноатомного, то мы все равно пришли бы ровно к такому уравнению, вот с таким показателем политропы, как его называют n, но только с другими ЦП и ЦВ. Итак, уравнение вот это называется уравнением политропы, и оно описывает все политропические процессы, процессы с постоянной теплоемкостью. Величина n называется показателем политропы. В частности, политропой является адиобата, у нее постоянная малярная теплоемкость равняется нулю, и показатель адиобаты, который обычно обозначают в теории газов буковкой гамма, как видно, мы теперь понимаем, что он равен всегда отношению ЦП к ЦВ. Ну, в частности, для одноатомного идеального газа, как видно, это будет 5 третьих в точности. Так что мы и вывели уравнение адиобаты, и поняли, как выглядит уравнение произвольного вообще процесса с постоянной теплоемкостью. Это очень полезный навык, хоть и выходящий немного за рамки школьной программы.